Программа по пути с Хаски проходит в Москве уже третий год. Более 500 детей приедут сюда, на свой собственный Северный полюс. Здесь они узнают все о ездовых собаках, научатся правильно с ними общаться и даже прокатятся на упряжках. Собак всех можно гладить, всех фотографировать. Приглашаю вас в вольер, за Наташей проходим. Давай еще, Галь. Расскажите, как отбирают собак? Ну, во-первых, в основном принцип, понятно, чтобы они не ссорились. Поэтому изначально ставят собак, которые между собой не конфликтуют, чтобы на ходу не было никаких потом неприятных ситуаций. Кто-то с детства дружит и их ставит, кто-то между собой, ну, рядом живет, возможно, и тоже не дерутся. А для программы, почему именно хаски? Хаски – это, наверное, единственная порода собак, у которой отсутствует ген злости к человеку. Вот, это невозможно добрейшие существа, голубые глаза, дети очень любят хаски. Ну, в лагерь, особенно, когда приезжают, они готовы часами проводить в вольере. Наши собаки всем рады. Вот, все добрые, довольные, хотят, чтобы их гладили, хотят внимания, вот, дарят свое внимание окружающим. Шлейка. Она надевается на собаку. Первое, что мне надо сделать, напоминаю, найти дырочку для головы и сложить ее, так, чтобы вот здесь у нас получилась такая медалька. Друзья, что мы делаем дальше? Лапу просовываем. И вторую лапу просовываем. Или уж отпускай ручку, и сейчас перехватишь ошейник. Надевайся, да, но не переживай, все будет хорошо. Так, второе, дети, что делаем? Нет, ошейник. Ошейник управляем. Будем делать ручки, да, я вам внимания. Смотрите, вот, выберем вашу лапу, да, и отделяем одну ручку. Так. Лапу, пожалуйста. И вторую ручку. Вот так. О, у меня получилось, отлично, Вика, молодец. Вы знаете, да, что на север, наверное, у нас очень мало солнца. И даже если оно выходит, оно у нас совершенно не греет, все равно там холодно, правильно? Так вот, друзья, где же еще можно согреться, как вот не в теплом, уютном доме, при том, что можно приготовить блинчики, да? Программа включен, блинный мастер-класс, мастер-класс по изготовлению чукотских талисманов, кукол из ниток, испытания на метеостанции. То есть ребята сами учатся определять погоду, преодолевают командные препятствия, это командные лыжи, и непосредственно участвуют в заездах на собачьих упряжках. Кохот! Копуташ! О, молодец! Давай, давай в колечко, в колечко, молодец! Вытягивайся! Вместе с ними по станциям путешествуют 2-3 собаки на группу породы хаски. Все собаки приехали к нам из карельского лагеря «Большое приключение». Ребята очень рады встрече с ними, потому что многие из них были в нашем лагере в Карелии, то есть участвовали в наших программах в Карелии непосредственно. И поэтому каждый из них может найти здесь свою собаку, которая ходила с ним когда-то в поход. Если вас послали в магазин, вы пойдете на длинную дорогу или на короткую? На короткую. Конечно, короткую. Собаки тоже любят дорогу срезать. Когда они срезают дорогу, не всегда успевают ковер вырулить, правильно? Да. Для этого нам нужен банк. Отдохновение! Потемкин! Потемкин! Пошли! Переход! Пошли, пошли, пошли! Сегодня для меня это было какое-то еще одно из очень важных наблюдений, взаимодействия детей, реакции их на собак. Вы понимаете, они же их не впервые, в принципе, не впервые они видят этих животных. Здесь пошло такой контакт хаски и дети, то есть это какой-то невидимый язык, который просто нельзя было не уловить. Я первый раз здесь поездила. Понравилось? Да, очень понравилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...